Доброе утро, дорогие наши телезрители! Сегодня у нас в гостях замечательная группа Бразовиль, ее лидер Дэвид Браун. Доброе утро! Доброе утро! Вы хорошо знаете русский язык уже, судя по всему. Спасибо. Группе исполняется 15 лет, и в связи с этим группа отправилась в свой замечательный тур, в том числе и по России. Поэтому они сегодня у нас в гостях. И не только поэтому, потому что они поют очень много песен, которые известны нам. Более того, это наши популярные песни. В какой-то момент они даже и прославились у нас в России именно с этими песнями. «Звезда по имени Солнце», «Зеленоглазое такси». Так ли это? Они определенно помогли, но группа была достаточно известна в России и до них. Вы поете и на испанском, и на английском языке. Но вот вы поете и русские песни. На русском будете петь? Русский достаточно сложный для Дэвида. Он и для нас сложный. А вообще, Дэвида больше нравится петь на английском и на португальском. Скажите, а почему вы выбираете эти песни? Чем вас привлекает вот такой российский репертуар? У русской музыки очень красивые грустные мелодии и очень красивые гармонии, которые нравились Дэвиду еще с тех пор, как он был ребенком. Но вот песня группы «Кино» Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце», вообще, в принципе, эта группа, она больше у нас ассоциируется с желанием каких-то перемен, с неким бунтом. Вы поете очень романтично, эту песню. Почему? Вы так воспринимаете эту музыку, эту группу? Дэвид просто подумал, что скопировать эту песню будет неправильно и нечестно, ему просто не поверят, потому что он не русский, он не жил в это время, в этом месте. И подумал, что лучше просто взять мелодию и написать что-то свое, то, что будет что-то значить именно для него. Но, насколько я знаю, там слова ваши, там неподстрочный перевод стихов Виктора Цоя. Это ваше просто ощущение мелодическое? В общем, слова совершенно другие, взята только в самой главной мелодии, но в припеве Дэвид возвращается к теме звезд. Скажите, пожалуйста, вы много путешествуете, живете в Барселоне, но путешествуете много. Вот по восприятию музыки, вашей музыки, по эмоциональному какому-то наполнению, какой город вам ближе, какая страна, и что вы почувствовали в России, когда первый раз приехали? Когда Дэвид приехал в Россию, мне здесь показалось очень странно, потому что это как другая планета. Концерт был хороший, но люди вокруг общества, оно было достаточно странное и не всегда самое дружелюбное. Но с тех пор он начал понимать Россию, принимать ее, и ему здесь стало нравиться. Я хотел сказать о следующем. Вот у вас такая гитара, боевая. Это гитара, которая проехала с вами по всем городам, по всем весям, да? Да, где-то. А Дэвид никуда без нее. Вот что там оставлено на память, какие надписи? Вот я вижу, что там, по-моему, японский или китайский язык, там есть английский слова. Что это? Вот ваши друзья оставляли свои автографы? Эту гитару Дэвид купил в Японии, к моменту покупки она уже была достаточно старой, и там были некоторые надписи, вот надписи Венчес, например, и иероглифы. А потом просто продолжили традицию, там есть рисунок сына, есть автографы друзей и сердце для мамы. Она как талисман у вас. Да, я думаю, я был вдохновлен американским музыкантом, у которого также была одна гитара всю жизнь, и там тоже были автографы друзей. В общем, эта идея понравилась. Да, музыкант Уилли Нельсон. Я думаю, что вот эта гитара будет пополняться только автографами, но нам хотелось бы услышать, как она звучит, и какую песню вы в завершении нашей встречи исполните для нас и для наших телезрителей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Ну а мы продолжаем нашу программу.